Человек, который стремится к мечте, особенно к заветной, обычно к ней не придет. Это связано с тем, что он очень этого желает. Вы должны знать, что чем больше этого хочешь, тем меньше шансов, чтобы это исполнилось. Именно поэтому я часто говорю, не ставьте себе мегазаветные мечты, а живите просто обычной жизнью. Решайте какие-то плоские вопросы. Также вы должны знать, что мегазаветная мечта, это мечта, которая ставится один раз в год. То есть подумали о ней и забыли, и тогда она решается. Если мегазаветная мечта – это элемент ежедневного проговаривания, аффирмации, работы над этим, то, скорее всего, шансов ее исполнить не будет. Почему? Мега – это много и тяжело, поэтому мысль должна быть тяжелая, одна, монолитная, и энергия должна к ней крепиться. А когда человек каждый день делает мыслеформу, то это необъединенные между собой маленькие энергетические сгустки, которые превращаются в пыль, в туман и в дальнейшем не имеют отягощения астральной энергии. Из-за этого происходит вот такая тенденция, что когда человек хочет замуж или хочет достигнуть крупной цели, он ни в коем случае не должен об этом думать каждодневно. Если вы каждодневно и на протяжении дня еще сто раз, то вам очень будет тяжело реализовать такую цель. Как реализуются цели? Если человек стремится к тому, чтобы у него было имущество, то он не должен думать о том, как это имущество должно появиться у него в жизни. Он должен просто начать заниматься делом, работой. Вот девочка говорит, там резюме и так далее. А я хочу сказать, есть люди, которые управляют миром, и люди, которые хотят давать что-либо этому миру, а есть люди, которые ждут, чтобы мир им давал и чтобы этот мир им иногда подкидывал. То есть одни люди хотят брать, другие люди хотят давать. Мы сейчас находимся в период такого, наверное, необычный период трансформации в социуме, при котором люди, которые хотят брать и люди, которые хотят, чтобы им предложили работу, чтобы их кто-то устроил чтобы они сами устроились чтобы там незначимо там работать и получать зарплату вот эти люди они могут сейчас очень странно но действенные люди которые действуют которые обучаются которые постоянно что-либо делают и это начинается что я сделал для себя что я сделал для близких что я сделал квартире это будет тем что может очень сильно подтолкнуть вас к тому чтобы реализовалась ваша жизнь вам нужно вы мечтали всю жизнь о своем собственном имуществе о своем собственном жилье о чем-то глобальном у вас не получается исходя из всего там зарабатывать откладывать и так далее но желание огромное присутствует вы страдаете от того что у всех есть а у вас нет что нужно делать первое забудьте о том что вы это хотите второе начните максимально что-то делать дома начните сделайте маленький ремонт даже в той квартире в которой вы живете поубирайте старые вещи перестирайте сделайте порядок после этого измените обстановку начните украшать то место где вы находитесь начните ежедневно заниматься физическими упражнениями по часу спортом утром и вечером по 30 минут приседания и так далее точите свою фигуру занимайтесь изучением там языка возьмите какое-нибудь хобби пусть у вас будет все время какое-то занятие вышивайте пойдите на курсы которые связаны там с подстриганием котов подстриганием собак начните заниматься ногтями вас есть ребенок начинайте с этим ребенком каждый день заниматься логическими играми изучайте вместе язык просматривайте вместе что-то попробуйте снять какой-нибудь блок такой видео где вы будете показывать как вы с ребенком или самостоятельно готовите какую-нибудь еду выложите это в youtube и так далее то есть делайте все для того чтобы была деятельность это очень важно и вы мне скажешь при чем тут квартира если ежедневно заниматься деятельностью любой абсолютно но делать что-то для того чтобы что-то делалось и это то что будет делать виде там упражнений для тех людей кто рядом с вами виде там ремонта квартире или еще что-то даже не ваши там занятия с детьми то есть когда вы реализуете какую-нибудь энергию действия то ваша задача для кого это все будет сделано будет решена поняли очень важно это